Продолжение следует... Продолжение следует... А потом, я так понимаю, что пропадает, заканчивается. Вот, 59 секунд уже осталось. Мы сейчас быстренько всего этого дождемся. Слушай, вот он заражен. Жалко, их нельзя, типа, если взломал, то вот и все, его восстановил. Было бы прикольно. Так, электронную почту мы, кстати, так и не почитали его. Так, экзотическая материя. Ну и откуда же, по-вашему, это берется? Вы сидите на крупнейшем складе станции и даже не поинтересовались, что они впрыскивают в ваши лобные доли. Грейс, пусть вы и гений, но у вас ум инженеры. Вы умеете отвечать на вопросы, но не умеете их задавать. И еще, и у вас не трогали, пока вы не увидели этот доклад из лаборатории психотроники. Не так ли? Пропавшие нейромоды. В нашей испытательной лаборатории 4 нейромода. Мы получили 4 штуки, расписали за 4 штуки, и в нашем хранилище лежат 4 штуки. Если вы говорите, что отправили 7 штук, то советую вам поинтересоваться в своих отделах безопасности и доставки. Не в первый раз нейромоды исчезают по пути от производства к испытанию. Скрыться от кошмара или убить его? Все, типа. Корвин, я нашел побочный проект, связанный с дистанционными пси-сигналами RPSS-X5. Думаю, он может замедлировать ваш нейрослед. Проще говоря, с его помощью вы избавитесь от этого нового Тифона. Судя по записям техников, спутник повредили. Вам придется заменить деталь. Алекс, я все понял, но поздно. Грейс, вы еще в производственном отделе? Молекулы медиаторов? Странные нейротрансмиттеры? Мы их не синтезировали. Да что-то, не синтезировали, конечно. Про спутник я не понял, что это значит. Кому спутник? Чего спутник? Может быть, это чтобы Кока убить? Мы сейчас будем пробовать. Ну, что он сказал, этого нового Тифона. А, это два всего лишь. Он имел в виду, скорее всего, Кона. Не рубите с плеча. Вы меня знаете. У меня всегда есть запасной план. Мы запихивали это себе в голову? Это все от них. Но вы... Вы никогда... Я пришлю вам того, кто вам поможет. Нужно это вытащить. О, боже, но нейромоды. Их все еще можно производить. Грейс, не трогайте лицензии на нейромоды. Слышите меня? Чувак запаниковал, короче. Понял, что мы не производим материю, из которой впрыскивается в мозг нейромод. И он психанул из-за этого. Ой, бля, я сейчас столько материалов потратил. И забыл, что я могу сделать нейромод. Ну, я два еще могу сделать, прекрасно. Два и сделаем. Выпадай ко мне, хороший. И еще один. Все, у меня закончились эти материалы, которые... Которые вечно, блять, заканчиваются. Которых вечно не хватает. Осмотримся, все ли я здесь подобрал. И мы это еще с бегом все разберем. Что я здесь вообще не осматривался. Там лежит еще нейромод снизу. Как мне вниз попасть, не знаю. Где-то должна быть дырка в полу, по идее. Или, может быть, кстати, если попробовать... Не поднимешь, что ли? Типа... Не, не получается. Жаль, 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 жаль. Я думаю, это будет просто. Потому что там, вон, видишь, вон там лежит нейромодик один. И я только что понял, что эти ящики я кидаю с такой силой, что я себе хп снял. Типа, я ж могу и... Ну, во врагов кидаться. Типа, ящиками. Так, все. Здесь вроде все. Ничего не пиликает, не блестит. Нет, не пиликает и не блестит. Пойдем разберем это и двинемся в путь. Так. Вот так. Типа, нам это разбирать. Я это разберу именно, чтобы запчасти с этого получить. 7 нейромодов уже, слушай, неплохо. 7 штук. Что мы можем вкачать, кстати? Нам что-нибудь прям срочно нужно? Терапевт можем второй сделать. Тем более, это слабо стоит. Благодаря вашим познаниям, 300% эффективности этих будет. Можем костюм улучшить. Можем урон от ударов. И что это? Удар. О, неплохо. Ну, редко я, кстати. Ну, как бы пользуюсь ключом, но не так, чтобы прям каждый раз. Вот стрелок. Я еще ни разу стрелок даже не вкачал. А это что? Давай, короче, 4 сюда. Пора бы уже, типа, стрелок вкачать. И стойкость вкачаем. Вносливость можно вкачать. Пока стойкость. Вносливость тоже надо вкачать. Все, 150 хп неплохо. 150 хпшечек. Задача какая у меня стоит? Даниэла Шоу. А, у меня он выбрал. И найти устройство связи для спутника. Аппаратная лаборатория. Зачем это делать? Стопудово мы сейчас ужасов встретим где-нибудь по дороге. А что мне, кстати, по вкачке оружия? Я могу дробовик еще вкачать. Так, меню улучшить. О, я могу отдачу уменьшить. Ну, давай уменьшить. Все, дробовик фул. Пистолет. Дальность. Ну, давай, дальше. Дальность фул, меткость. Все, хорошо. Вот эта штука у меня уже тоже фуловая. Короче, те пушки, которыми я пользуюсь, они прям сто процентов. Вот здесь будет сейчас кошмар. Давай сохранимся. То будет неприятно умереть от рук кошмара. Подожди. Он же здесь где-то обозначался. Он просто ушел, что ли? Да ладно, не может такого быть. А-а-а, можно починить этот лифт. Да блин, лифт починить не надо. Нет пропуска. У меня есть обходной путь. Мы так проходили сюда. О, мими. Слушай, нет, нет пропуска. До сих пор требует пропуска. Я думал, с этой стороны можно типа взломать будет. Комп сломан. Нет? А почему он отображается как сломанный? Странно. Я хочу, знаешь, куда еще вернуться? Мне сказали, что я пропустил еще один код от сейфа. Самой первой локации. О, фонтон где? Вон. Гаечным ключом разберемся. Блядь, в спину, а сука? Блядь, я забыл, что он как-то скован может эту штуку выбираться. Все. О, патрончики с него упали. Хорошо, хорошо. Так, пошли быстренько. Сейф этот найдем. Куда там идти надо? Еще фонтон. Еще эфирный плюс ко всему. Ну, вывод сканировать. Я могу сейчас просто по нему шарахнуть, типа, из-за укрытия, и он такой, типа... Поглощение эфира. Это ступен новый псионный навык. Вот, кстати, в той комнате у нас сейф и стоит. А это комната симуляции, с которой мы выбрались. Ну, давай, иди сюда. Я хочу из засады по нему шмальнуть. Дивей. Нет? Нет, 150 урона. Ну, ты тоже умеешь стреляться? Прикольно. Я думал, эфирный только телепортируется. Ань, блядь, пошли в рукопашку его закидаем. Не в рукопашку, в смысле, а вот этим вот чудо-дробовичком. О, инженер-оператор заражен. Оставайся зараженным дальше, я побежал. На обратной дороге с тобой разберемся. Все. Да, вон валяется его остатки. Он же просто иногда телепортируется, и непонятно, убилт его или нет. Сейчас пропадет эта штука, двинемся дальше. Вот так вот. Я просто его из-за сады саданул улучшенным. О, это можно было, короче, проникнуть в свою комнату, типа, через эту дверь. Круто. Мы же здесь ничего не оставили? Нет, ничего не должны были оставить. Так, в этой комнате сейф, и мне сказали на доске. Блядь, ну здесь что-то написано, наверное, и было, но я ни хера не понимаю, что здесь написано. Может взломать просто. Что у нас? О, третий уровень. Вообще, блядь, для начала игры это то, что надо, да? Все, взлом удался. Бам. Чип какой-то нашел. Ну, неплохо. А что это за чип? Дает шанс исползать, не потратив училищера. О, увеличивается урон от оружия, наносимое отмеченным цевелем. О, короче, фигня, я не сильно пользуюсь особо, ладно, потом, если что, я поменяю. Теперь нам пора отсюда выходить. Нам пора выходить, покидать помещение. Все, тут же ничего не будет больше. Спасибо. Ну, по факту, ведь не зря вернулись. Целый чип этот нашли. Так, все, хорош. Я уже все исследовал. Вообще, все. Здесь больше ничего нет. А вот этого я обыскивал, кстати, труп лежит, я не помню, что-то. Смотрел я что-нибудь у меня в руках? Нет, нет, я обыскивал. Вот это прям внимательно, внимательно, и все я проверил. Но ничего страшного. Мы не зря ходим сто раз по одному и тому же месту. Всегда что-то новенькое можно найти. Уже неплохо. Уже интересно играть. Советский Союз в состоянии обращается к Соединенным Штатам за помощью в борьбе с тифонами. Официально две державы объявили. Ёб твою мать, так вот почему они объединились. Они по факту, типа, ну, Советский Союз запустил свой спутник и встретили тифонов. Охуели такие, бля, ребят, надо что-то решать с этим. И объединились. И нихуя не получилось. И до сих пор мы и все с этим вот. Не то чтобы плоды пожинаем. Тут вообще была секретная станция по изучению тифонов, которая... Ой, которая принесла столько бед. И вот мы ее наконец-то самоуничтожим. Можем, кстати, сейчас двинуться по основному квесту и закончить игру, я так понимаю. Потому что тут, ну, типа, можно же дополнительные квесты не выполнять. Берешь два ключа и вперед. Мы уже нашли, где это делать даже. Но неинтересно. Хочется немножко еще пошариться. Хочется все-таки посмотреть, что же убить этого Кока. Мне кажется, это будет интересный замес с ним. И он не совсем обычный. Будет какой-то такой полу-тифон, полу-человек. Ух ты, смотри, как быстро... А что это здесь так быстро все летит? Тихо, мимики, не раздражай. Там что-то взорвалось опять? Я помню, мы в первый раз, когда выходили, там был такой взрыв красивый, а я его просмотрел. Ну ладно, не суть. Что у нас по заданиям? Где тут, куда нас ведет? Устройство связи. Подожди, мы уйдем. Если устройство связи мы уйдем, нам нужно еще убить Кока. Да? Давай отключаем. А, он не показывается, где он. Блин, а мне как-то говорили, куда же он делся? Я уже сейчас не вспомню. Наверное, тогда уже в следующей серии мы будем Кока убивать. Я почитаю еще раз комменты, перечитаю. Мне сказали, куда и где его искать. Так, задача. Тогда мы пойдем... Так, отец Екатерины и... Проблемы нет. Кстати, исчезающий труп мы не прошли. Что у меня сейчас, кстати, с этим? О, погнали. Какой-то терминал. Мы... Добрый день, Талос. Служба безопасности напоминает. Стикер даже в укромном месте не самый надежный способ хранить пароль. Ну, это правильно, да. А, мы... Я понял, куда мы идем. Мы там были. Мы там заключенного. Сразу убили, потом выпустили. Но не суть. В итоге-то в живых он остался. Кстати, сможем полтергейста убить. Помните, я смотрел в комнату, не понимал, что там происходит. А потом оказалось, что это такой вид Тифона полтергейст. Мы сейчас сможем туда пролезть, убить его. Я уже знаю, что это. И легко мы с этим разберемся. Посмотрим, на месте ли заключенный. Почему нет? Это я пойду сейчас смотреть, что же стало с отцом Екатериной. Какой-то терминал нам надо найти. А будет... Блин, слушай, а если это он? Вот смешно будет, да? Представляешь, это вот он. Хотя он преступник. Там же было писалось, что он убивал людей. А этот, типа, ее отец, она рассказывала, что он меньшевик. Большевик, меньшевик. Одну загрузку прошли, осталось вторую подождать. Ничего страшного. Сейчас подождем. Мы же никуда не торопимся, правда? Вот, вот, все, погнали. Так, терминал 130 метров. Интересно, здесь будут еще, кстати, такие? У-у-у, будут? Сука, быстро не выбирается. Да нет. Бля, это же дробовин. Тише, тише, тише. Тише, мне вот эта штука нужна. Его прям отбросило, видал? А что здесь радиация? Это, кстати, вот турели первые, которые мы начали взламывать. Тут же я все забрал тогда. Да, все забрал. А-а-а, тут будет еще такой. О, фонтон. Обычный, да? Ты вообще щенок по сравнению с тем, кого я убиваю. Опа. А вот это уже серьезно. Ага. Тихо, тихо, тихо. В прошлый раз он меня вообще убил, а ты что? И опять в туалете. Где-то он тут в этом углу. Это ж мимик, блядь. Тише, 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 тише. Спокол, а? Тихо. Сука. Ты, дядя, блядь, отстань. Полтергейсты до сих пор еще внушают мне какой-то, не то чтобы страх, но я не на расслабухе ухабиваю. Ну, типа, обычно, знаешь, фантомов я гашу на расслабухе, вообще ниху делать. Термо, эфир, а вот полтергейсты такие ребята, которые заставляют меня... Сканирование показывает, что ваш психоактивный потенциал близок к максимуму. В смысле, близок к максимуму есть. Вот, электрофантомы тоже посерьезнее немножко. Они там пушку могут забрать или еще что-то. Блядь, вот поджечь мне этих. Ими гранату можно накидать, но... Я его просто пиздливаю. Представляешь? Электрофантома запиздливаю. А что здесь горит? Я вроде тушил тогда здесь, нет? Или не тушил? О, фантом обычный. Сюда придешь? Блядь, 50 хп. 50 хп, это мало. Вот так, ну. Теперь 150 хп. Ладно, пошли найдем, как на второй этаж забраться. Я его так задалека-то особо и не раскидаю. Ну, или пускай он просто там дальше остается, да и все, я не буду парить себе мозги. Пошли сходим, посмотрим, как там дела у нашего заключенного. Тут ли он еще? Опа-на. Блядь, здесь, короче, полтергейст и миник и фантом. Слушай, неужели это он стал им? Фантом просто, фантом. Не сказано, какой конкретно. Просто фантом. И этого чувака здесь нет на месте. Ну, не странно, что его нет. Опять фантомы? О, здорово. Теперь он, тем более, эфирный. Ну, пошли его раскидаем. Сейчас, тихо, он придет, я такой, типа... Все. Вот и все. Но вопрос остается все-таки еще не... Не это... Актуально. Как туда проникнуть? Я там не был до сих пор. Я туда могу выйти? Наниженная гравитация. А где ткач? Типа, здесь нет ткача? Хм. Странно. Ну, ладно. Раз здесь ничего нету, давай тогда возвращаться. Так. А, погоди. Вот так. А вон выход, все, выход есть. Подожди. Если я вышел, так и ткач мог выйти? Я сейчас могу ткача здесь где-нибудь встретить. Вот это уже серьезно будет. Нормальная гравитация. Турель почти развалена. Кого ж они здесь? Стреляли. Так, это у нас что за... Сагита. Блядь, это мы сейчас очень далеко куда-то поедем. Блядь, через Сагиту. Сука. Нахуй я туда полез? Надо же было, блядь, в обход через лифт сделать. Да я пошел в обход. Ну, типа, вообще, блядь, в обход. Достаточно длинный такой туннель, где особо ничего интересного уже не осталось. И мы попадем там в Дендрайве, наверное, какой-нибудь. В прошлый раз Дендрайве, ну, туда и залезли. Ну, ладно, мы уже на полпути, я так думаю, пролететь побыстрее. Я особо не буду отвлекаться, просто сейчас пролетим и все. Если даже ничего интересного там не будет, я просто это вырежу потом из серии и все. Полтергейст-а так я и не нашел опять этого за дверью. И туда не проник. Не знаю пока, как туда проникать, но, наверное, долго надо с этим мучиться. Терминал, 500 метров. Этого я обыскал? Не обыскал. Тихо, это что такое? Это запчасти? Охуеть за стеклом. Спасибо, блядь. Не буду разбираться, как их доставать. Да, мы сейчас просто пролетим насквозь к двери этой от Дендера рядом или еще куда-то. Успели, успели, походу. Нет, не успели, сука. За мной прям на тебя потолик. Фу. Ты видал вообще такое? Не, не надо мне осмотр проводить. Так, ну это коралл мы первый раз встретили. Тихо. Хорошо, блядь, не терять здоровье от врезаний на таких скоростях. Да, мы идем просто в обход. Передвигаемся. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Бам. Нормальная гравитация. Быстро прилетели, ничего страшного не произошло. Дендрари. Сука. Мы же в Дендрари могли зайти, блядь, с другой стороны совсем. Быстренько и легко. Прямо центральный вход. Почему так в обход, Павел, я не могу понять. А может это из-за того, что главный лифт не работает, потому что задание до сих пор висит и поразобраться с главным лифтом. Термофантом может создать столб перегретой плазмы там, где вы стоите, или окутать себя огнем. Поэтому, делая ближний бой, опасайтесь затеей. Опасайтесь затеей. Затеей. Хорошо. Будем опасаться затей. Ну, я говорил, с этим термофантомом надо не сильно далеко и не слишком близко и постоянно передвигаться. Вот и все. Очень легко его убивать. С эфирным фантомом надо просто дробовик и реагировать на его телепортацию. Он быстро телепортируется. Электрофантом. Ну, я так понимаю, что можно М-заряд кинуть и убить его. Но мне лень этим заниматься, поэтому просто дробовик или утилизирующая граната. Обычный фантом пеной. Я отправляю тебе код от кровелифта. Надеюсь, он еще работает. Вот, спасибо, блядь. По-братски. Патронов надо подсобрать. Всяких разных. Но у меня, наверное, сейчас не из чего это будет делать, да. Баллонов нет. У меня нету... А, нет, баллон могу сделать для гипс-пушки. Окей, ладно, сделаю. Делаю хотя бы баллон. 34 для этого и для дробовика не очень много. 509. Ну, ладно, жить можно. Опять кошмарит меня. Типа там кто-то такой серьезно ползает, да. Так, а у меня сколько ремонтных штук? 8. Сремонтируем костюм. Добрый вечер, Талос. Здравствуй. Напоминаем, что политика компании обязывает вас регистрировать в опровольные сверху ротки и кисы. И, ёб твою мать, здесь еще и этот, ужас. Мы знаем, что работа на Талосе увлекательна. Но даже лучшие умы обязаны отдыхать. Ты понимаешь, там и ткач, и ужас. Это серьезные ребята. Ну, типа, сами по себе ремонт. Серьезные вдвоем, так тем более. Интересно, влезет он сюда, не влезет? Тише, подожди. Ого, слушай, точно. Перезаряжай, конечно, будет, что-то сюда. А, он сюда не влезет. А если полностью его убить, искал учиметом, полностью взлом не сделать. Что произойдет? Семьсот пятьдесят. Семьсот пятьдесят. Ни разу кал учиметом толком не пользовался, как следует. Поэтому давай мы сейчас его и искать. О, помню. Все, он убивается. Огонь. Не в классическом понимании, конечно. Он убивается, типа, знаешь, этим. Блядь, я случайно использовал сейчас аптечку, когда не нужно было использовать аптечку. Ладно, мне их много. И давай ткача немножко шарахнем этой штукой. Сдалека так, честно. Ой, он быстро убивается ей вообще. Фу, все, готов. Так, короче, мы теперь знаем, как быстро убить ткача. Ткача быстро убить, кал учиметом. А вот мы, кстати, очень быстро... А что там было? А, шизоид. Цистоид этот. Я подумал, шизоид. Прочитал. А-а-а, я понял, куда нам нужно было идти. Да. Доктор Рыгве, вы у жилой секции. Если да, это сентиментальная просьба, но моя коллекция, фотогалерея, над которой все смеялись. Каждое фото ключ от набора нейроданных. Там кто-то бухой, смотри. Никто в тех, кто гостил на станции. Среди них Лайтнер, пианист. Он... Он умер. Мы не должны потерять эти навыки. Это все, что от них осталось. Прошу вас, мобильный. А, пулемет. Если можете, я буду вам благодарен. Я высылаю вам аудиофайл, который откроет сейф в моей комнате. Включите его в транскрипторе. Окей. Он по пулемету атаковал. Еще и запись включили, блядь. Так, ладно, хорошо, мы недалеко от жилой этой секции. Что у нас за задание? О, мы, кстати, пока в Дендрарии можем сбегать в Декабрь, посмотреть, кто такой. О, сейф Алекса 30 метров. А что там, наверху что-то есть? А я туда лазил вообще? А, так меня туда и ведет. Все, погнали. Погнали, посмотрим, погнали. Я надеюсь, это не приближает концовку игры, но может и приближает. Кто? Кто? Где? Это который какого уровня? Четвертого. Я бы сейчас, в принципе, смог сломать, но мне дали пароль. О, прям нихуя себе. Алекс Ю. Орган, я к тебе присоединюсь. Не волнуйся, я не пытаюсь тебя надуть. Старший брат оставил тебе подарок. Правду, как я и обещал. Мне пришлось покопаться. Кто-то хотел спрятать это от тебя. Ой, компьютер, еще одно видео. Посмотри его, тогда поговорим. Высылаю тебе пароль. Если, конечно, компьютер еще не взломан. Ну, я почти его, кстати, и хотел взломать, да. Были такие мыслишки. О, ничего себе. Хороший обзор здесь, да? И можно наверх подняться, а потом обязательно еще и поднимусь. И сейф там можно открыть. Кто-то спрятал сейф, не хотел, чтобы его было видно, видишь? Прям закрыли. Ой, слушай, да ладно, неужели этот толстячок постоянно сюда лазил? Пропуск. Чип получил какой-то. Давай посмотрим, что за чип. Итак, высоко... Увеличивает высокотемпературный урон. Пока, да. Новый пропуск. Апартаменты. Мы, кстати, сверху можем залезть. Раз все так плохо, как я думаю, единственное, что остается бежать. Рассказать всем, что происходит на Талове-1. Ух ты, вот это мыслишки у него были. У Алекса есть собственная спасательная капсула. Она заперта. Я сделал копию ключа и закинул на накопитель рядом с креслом. Ты знаешь, о чем я? Нет, не знаю. Сейчас под угрозой не только мы, даже не станция. Если хоть одна из этих штук доберется до дома, все пропало. Меня преследует сон. Я смотрю в черноту полных звезд. Там что-то есть. Я точно знаю. Я... Я его не вижу. Но оно видит меня. И я чувствую, как оно... Вот я говорил. Ненавидит нас. Какое-то создание есть. Ты знаешь, о чем я? Или узнаешь? Скоро. Это, кстати, семья, Алекс. Он отец, мать. Так, давай смотреть в это видео. Функции, интересно, какие? Управление зеркалом. Потом выдвинем мостик. Давай сразу в вас произведем. А, господи, вот оно, блядь. Надеюсь, не будет здесь опять скремаков каких-нибудь ебучих. Меня зовут Морган Ю. Год 2035. Я на научной базе Талас-1. Дальше. Зачем нам это записывать? Да. Затем, что мой брат параноик. психометрия показывает значимые изменения личности после испытаний новых нейромодов. Ну, ладно. Я это по-прежнему я. В смысле... Смотри, получилось, Алекс. Работает. Охуеть. Пока можешь. Через пару минут мы вытащим нейромоды и на этом все закончится. Знаю. Я все это забуду. Иначе никак. Вернемся к записи. Так. Эти существа, эти фоны, создают сложную структуру. Материалы, цель неизвестны. Я думаю, это своего рода нейросеть, вынесенная наружу. Это анализ покажет. А пока я дал Алексу чертеж прибора, который ее выключит, если она вдруг выберется. Тихо, Алекс просто его задействует. Как будто я тут ни при чем. А вдруг не выйдет? Выйдет? Поверь. Тихо, что еще можно сделать? Взорвать все? Это не спасет нас. Как вариант, кстати. Допустим, сработает. Что дальше? Люди после нас будут умные, сильные, бессмертные. И пусть тогда судят нас. Но они будут знать, что мы сделали для них. Я готов. Давай. Вот достает нейромот, и он это все забывает, короче. Интересно. Что ж, теперь ты знаешь. Я действовал по твоей просьбе. Я не думал, что ты мне поверишь, пока не услышишь собственные слова. Тесты. Они изменили тебя. Сперва немного, но по мере того, как удаляли твои воспоминания, я просто перестал понимать, кто ты. Я хочу вернуть своего брата и вместе с ним закончить то, что мы начали. Прибор, о котором ты говоришь, усовершенствованная версия нуль волнового глушителя. Это единственный способ остановить тифонов, не уничтожая всего, над чем мы работали. Чтобы завершить устройство, нам не хватает кое-каких данных о коралле. Помоги мне с этим, Морган. И тогда, тогда я отдам тебе ключ. Ты вряд ли захочешь его применить, но все равно он твой. На столе я оставил чип. Чтобы просканировать коралл, тебе нужно модифицировать психоскоп. Я отправлю тебе координаты для сканирования. Вот это прикол. Вот это прикол. Нам, типа, блядь, мне прям интересно становится, что происходит. Ну, типа, можно, типа, не взрывать будет их всех. Ну, в этом нет смысла. если мы, если получится сделать этот прибор и действительно нейтрализовать вот это все дело. Давай в апартаменты еще сходим. А где апартаменты? Не тут? Апартаменты, это которые были в этом, в той комнате в жилой секции. Помнишь? Добрый вечер, Талис. Сообщение от МИС Элазар, директора службы безопасности. Из уважения к личному пространству ваших коллег использование терминалов охраны допускается темно по особому разрешению. Если у вас униформа нет. Это для Марса что-то они? У вас вряд ли есть разрешение. Чип, 13 метров. Пошли чип заберем этот, вкачаем наш психоскоп и мы сможем сканировать коралл. А он здесь лежал, слушай, все это время, я даже не заметил. Но это предостаточно что-то извлечь. Вот так вот. Есть. Что ж он сейчас нам расскажет? Это видео я все еще сопоставляю его со своими задачами. Но если сканирование коралла даст вам доступ к ключу Алекса, то возможно это лучший вариант. Если вы узнаете предназначение коралла, это возможно усилит вашу решимость уничтожить Талос. А может и нет. Но будьте осторожны. Время на исходе. А какое время? Вот мне очень интересно про какое существо они говорят. типа я понимаю, что это очень опасное какое-то существо, но все равно интересно, что это. Так, у нас, кстати, пять нейромодов есть. Куда же мы их потратим? Это что? Псионный навык. Блин, пока как-то не хочется. Пока давай насущность что-нибудь, вносливость или запас опять запас жизни. 200. 200 хп почему нет? Давай поставим. Я сейчас спокойно так нейромоды трачу, потому что я могу уже их изготавливать и без проблем делать это. Узер узел узел корала узел корала 60 метров. Мы можем прям на месте его и отсканировать здесь. Ты типа знаешь, нам первый пробный дают. А, слушай, так это типа нычка. Это нычка. Новая задача какая-то. Бля, не заделал. Какие-то тут нычки, блядь. Круто. Карта огромная, ты никогда в жизни, блядь, не проверишь. Ну, это нужно прям очень сильно долго играть в эту игру и каждый дюйм вот карты просканировать. Где фантом? Пошли обратной дороге и выйдем туда. Я хочу посмотреть, куда еще этот ведет люк, который я увидел. там вот люк есть, который куда-то ведет. А, это нычка с этим. Ух, блядь. Тут аптечка лежала. Тут был экран, я подошел и разбил его, и тут лежала аптечка. Знаешь что, давай мы, наверное, на этом моменте пока остановимся. В следующей серии пойдем исследовать эту станцию, постараемся разобраться. Я почитаю, где Кок, освежу в памяти, почитаю опять комментарии, где он там заныкался, скотина такая. И пойдем его разъебем нахер. И разберемся все-таки вот эти сканы и прочее, прочее, прочее. Очень много еще чего нужно делать. В каюту сходим, в жилой зоне. Да. Спасибо, что досмотрел эту серию до конца. Надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного и самого наилучшего. Счастливо, пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok